всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем прохождение карьеры вокруг света фифа 17 и это ответный матч против сток сити уже дома играем в гостях выиграли 2-0 в 1 8 финала лиги чемпионов и сейчас нужно только подтвердить это преимущество и спокойно проходить в четверть финал давайте что ли посмотрим как там других парах 1 8 дела обстоят манчестер юнайтед баварселона почему-то бавария хотел сказать 3-3 напали вильяреал 3-2 ливерпуль бенфика 1-2 реал рома 3-2 псж порту 2-1 наша пара дальше атлетику арсенал 2-0 и спортинг боруссия 2-2 довольно таки интересный результат ты не правда ли я думаю вполне себе что касается календаря здесь у нас скоро матч с бордо потом вроде небольшая пауза да на сборные скорее всего и там будет время нашим футболистам немножечко перевести дух отдохнуть может быть за это время кто-нибудь из травмированных начнет уже восстанавливаться что ли набирать форму потому что ох уж эти центральные атакующие полузащитники у нас ломаются один за другим ладно давайте начинать матч со стоком честно говоря хочется и дома их обыграть несмотря на то что 2-0 преимущество солидная систа у нас устал вместо него сыграет диас лемар тоже подустал вместо него сыграет максим мэн наверное да ну и вместо боковиком выйдет бен ассор я думаю эти замены то что нужно для нас менди еще можно на жорже заменить которые до полной боевой готовности а все остальные на поле поехали ну что ж матч начинается мы нас последних матчах всегда дождь вот в англии думал всегда дождь это из-за того что мы играем именно в англии но нет переехали во францию и тут тоже самое но хоть снега нет как в россии очень опасный момент у столка был а ведь сейчас забей да команда гостей и оставался бы один мяч им для того чтобы отыграть все наши преимущества критюк здесь мне кажется не вытащил бы если бы мяч пошел в створ надо быть аккуратно в обороне там фабинио проиграл борьбу в центре и вот из этого родился опасный момент диас неплохо подключился здесь диас развернулся прострел башилия это что было такое что за удар непонятный трижды пытается отобрать мяч башилия но здесь хладнокровно играют защитники стоука но диас сейчас хорош был на фланге на самом деле и прострел точный но вот башилия удар не получился диас снова на ложных замахах между двоих нет не получилось пройти здесь проникнуть штрафную диас и опять между двоих пытается пройти берет на себя хочет показать что он тоже может ой у нас фабинио падал ну кстати падал неплохо максимен пробил правда выше ворот но конечно не фабинио должен исполнять угловые должен башилия это делать диас отлично опять вырывается прострел удар с острого угла что угловой будет вратарь видимо задел да так где у нас кстати умбопен это мощность да вот башилия подача бразильца и снова удар состоялся вы знаете ли и снова угловой на постоянной основе надо будет потом поставить его чтобы он подавал всегда у нас какие-то телепортации игроков штрафной но это бывает фифа 17 максимен одного прошел второго на дриблинге получится или нет ты посмотри не покупаются защитники жоржа на подборе бенассер баппе пас в разрез ай-яй-яй-яй башилия там вырывался уже один на один один из лучших наших бомбардиров последних матчей башилия уже сам играет нам баппе мбаппе в разрез передачи на бенассера бенассер корпусом здесь пытается всех оттеснить вроде получилось но мяч не взял при этом лаба спокойно опять хладнокровно выходит из обороны в атаку футболисты стоука максим n проходит всех передача диас развернулся с разворота удар не очень точный баппе передача назад максим n из-за спины защитника там пытался как-то голову подставить да пока не можем распечатать ворота в этом матче у стоука но и они даже у них подходов то особо нет фабиньо максим на передаче на самом деле не мы хотел отпасовать хотел к штрафной уже сделать передачу но фабиньо выбрал другое решение а вот это уже атака стоука неплохая шакири на фланге подача и удар имбула критюк на месте но все таки иногда они вот огрызаются 0-0 после первого тайма счет который нас устраивает но мне хочется победить еще раз повторюсь и в этом матче ну тут баппе оттеснили я думаю он сам сейчас нас пробьет ну да мбаппе и у меча ну-ка ну вот не знаю силы не хватает удара у мбаппе если у лимара подкрутки не хватает то у мбаппе наверное силы потому что по направлению мяч летит неплохо но буду буду это следующий раз учитывать наверное мбаппе на фланге получает мяч фабиньо в центре дальше бенасер убирать мяч под себя фабиньо можно бить отсюда но плохая обработка помешала это сделать сходу неплохо максимен подача на мбаппе ах немножко не точно мбаппе пришлось пятиться а там уже были защитники сейчас грамотно очень разыграли забросик на максимена был классный уже в штрафную снова катаем фабиньо подключается мбаппе передача на фабиньо фабиньо нет шоу кросс ты посмотри а фабиньо поменял направление движения но шоу кросс на это не купился но это все было великолепно сейчас разыграно отбор и две передачи дальше мбаппе один на один забивает очередной свой мяч 1-0 и это пожалуй все для стоука три мяча им за оставшиеся 17 минут конечно не забить вот отбор передачи на башили у башили а дальше на мбаппе то есть диас на башили башили на мбаппе и тут уже все четенько пятый мяч в лиге чемпионов мбаппе давайте посмотрим кого можно выпустить ваш или очень устал альберт выходи дальше значит у нас можно защитника нди рамован выпустить и пожалуй выпущу жана в нападение ну что заканчивается потихонечку матч давление пытается организовать стоук сити мы пытались контратаковать но ничего особо опасного не было в эти последние минуты 1-0 мы выходим в четверть финал общий счет 3-0 со стоук сити ну по статистике вы видите все было под контролем лучший игрок матча башили как вы видите альберт 6-0 и ценка жан 6-5 но они просто не успели себя проявить максим эн 6-5 вот кстати максим энда весь матч отыграл оценка низковатая надо лучше смотреться надо лучше ну в целом в целом мне понравилось как мы действовали и абсолютно заслуженно победили ну что у нас опять целый ряд игроков отправляется в сборные и сиди бэй лимар мбаппе во францию систов данью критюк в россию жемерсон фабинио бразилию пять с половиной миллионов евро получаем за выход в четверть финал лиги чемпионов я напомню для тех кто забыл что у нас задача выйти в полуфинал лиги чемпионов то есть по сути осталась одна стадия одна всего лишь стадии финансы тут все хорошо футболки почти продались уже на сто процентов 14 процентов осталось думаю до конца сезона как раз эту задачу мы тоже выполним и все у нас будет замечательно но пока мальс бордо у нас тут 22 очка преимущества над псж 8 туров до конца я симулировать в этом сезоне не намерен чтобы рейтинг не терять и хочется прям победную серию до конца продолжить а вышли мы на боруссию дортман да да еще раз да боруссия наш соперник мы по моему уже с ними играли до забор мот в лиги европы если я не ошибаюсь пишите ребят в комментариях так ли это я просто забыл уже но по моему с боруссии уже приходилось играть на по моему уже приходилось да а потом еще монпелье тут ну получается уже в следующей серии первый поединок с боруссии интересно интересно итак бордо итак бордо да у нас уставшие игроки на сей раз я мбаппе заменю а вот что касается башили можно поставить сюда фабинио и выпустить трауре на место фабинио я думаю это будет правильно причем фабинио мы наверное сместим позицию центрального полузащитника почему бы и нет немножечко поменяем схему конкретно на этот матч далее значит диалло пусть играет вместо бусуа чуть-чуть подуставшего во всем остальном замены я делать больше не буду состав меня устраивает погнали ну что мне кажется если мы выиграем да получается уже обеспечим себе чемпионство так что надо побеждать даже математически если уж сильно там отстал на что вы хотели мы всего лишь один раз проиграли за весь чемпионат сейф нашего вратаря провал небольшой по центру обороны несмотря на число наших центральных полузащитников можно сказать оборонительного плана все равно мы провалились а вот это контратака это наше любимое дело но от фабинио это что такое почему не на право не на систо почему ты продлил в центре вы все сами видели справа по флангу систо там вырывался уже на такой оперативный простор что можно было резать угол и выбегать вообще один на один снова систо на сей раз передача до него дошла разворачивать защитника а второго не смог надо было делать передачу на жана который был открыт на мгновение боковику какой классный отбор и сам идет дальше передача на систо ассиста решил зарядить отсюда но защитника попал не лучшая позиция для удара боковой она на сам должен был бить на это неточный попас в разрез уже ну я не знаю бордо немножечко открытый футбол демонстрирует но мы пока почему-то не можем этим воспользоваться заканчивается потихонечку тайм бордо выбрасывает аут смотрите какой навес опасно достаточно отскоки здесь ох фифа иногда ты просто бесишь вот сейчас ну вроде бы ничего не предвещало беды какой-то обычный заброс и пожалуйста серьезный момент у соперников а это уже лимар на фланге передача в центр бахаекуа пенальти зачем били ему сзади по ногам у него не самая лучшая была позиция но это пенальти бордо зарабатывает себе проблем в конце тайма но главное сейчас реализовать фабинио ну тут четко в угол четко в угол 1-0 гол в раздевалочку получает бордо на самом деле оборонялись они достаточно крепко ну не если не считать первых минут на первых минутах там да не какие-то провалы были потом сложно было атаковать но помог нам пенальти фабинио это шестой мяч у него забиты в лиге 1 ну что можно наверное кого-то поменять сейчас или не стоит я даже не знаю альберт вот у нас первый кандидат чтобы выйти со скамейки запасных чтобы дать ему опять игровое время но пока рановато я думаю на минуте 70 фабинио отличный отбор ну что контратака будет или нет жан почему-то стоит и не забегает си 100 забегает по флангу но слишком поздно уже такой контратаки не выйдет хотя фабинио и разгоняет здесь поун же вернулся помог а так бы на противоходе фабинио улетал скорее всего от защитников так но без цапа конечно скучновато играть если честно так что давайте мы цапа вернем все-таки и выпустим альберта на это место фабинио пойдет на свои любимые да и в целом наверное но бенасора еще можно выпустить центр поля немножечко освежить мбаппе на последние минуты как выводили сейчас бакуэко на этот удар и надо было только попасть но правда позиция не самая конечно голевая но тем не менее мяч прошел совсем близко к штанге а вот здесь крючок уже не сдюжил бордо сравнивает счет на 73 минуте 1-1 вот ничего не предвещало беды опять провалился у нас немножечко здесь фланг пас центру удар сходу ну крючок но надо было сейвить это но якорный бабай энце кривелли ну что опять нам придется потеть сейчас и отыгрываться ну вышел свеженький мбаппе конечно можно за счет этого сыграть сейчас вот передача обратно на си 100 си 100 не слишком долго хотя мяч он вернул команде фабиньо опять не точная передача ну как все здесь плотно то и снова не точная передача постоянные отборы от бордо не дают принять спокойно мяч неправильно делают альберт пас на фабиньо 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 ну-ка сам совершенно не точным но тем не менее попытка хороша была 78 минута но в принципе есть еще время на парочку хороших атак как главное не суетиться не торопиться а грамотно их разыгрывать баба как сложно ему здесь борьбе а ты посмотри оттеснили снова оттесняют альберт и его тоже корпусом просто отпихнули бордо как настроена димар альберт пас на менди назад немножечко бенассер в разрез мбаппе очень классно очень классно бордо защищается ну что наша традиционная схема сейчас будет работать защитников выдвигаем в полузащиту крайних нападающих смещаем чуть ближе к центру да я рискую сейчас но я хочу победить я хочу выиграть поэтому я так рискую давай минди и сиди бэ вы как обычно у меня можете играть в атаку и супер атаку ставим конечно же си 100 мбаппе и на флангами больше флангами сразу играется потому что фланги у нас теперь должны задействоваться более активно фабиньо вот менди уже один уже его никто не кроет прострел ну-ка алимар поборолся вроде как но мяч ему не достался 87 минута давайте давайте наращиваем давление менди передача лимар дальше что си 100 си 100 берет на себя пас мбаппе мбаппе центр альберт но это не тот кто должен завершать такие атаки конечно у него с ударом пока все очень слабенько отсюда и такой результат так ну а теперь обороняться смотрите а бордо да не торопится бордо устраивает ничья мальком перевод жемерса пошли пошли вперед сразу черт это обрез сиди бэй вернулся сиди бэй помог но сейчас будет финальный свисток и мы похоже на то да 11 не смогли додавить бордо ну и посмотрите по ударам собственно ничья по делу оценки у наших игроков не очень высокие прямо скажем могли сыграть куда лучше ну что поделаешь что там у нас как поживает давид герин ну потенциал у него немножечко снизился да ну пусть дальше растет спортивной школе нашей ну что заключительный матч сегодняшней серии там поединок с монт пелье их то точно нужно обыгрывать жоржа хочет играть в основе давайте посмотрим как там у нас с календарем дела обстоят но там будет неделя перерыва поэтому можно задействовать всех лидеров сейчас из-за того что мы сыграли в ничью отрыв сократился до 20 очков с псж и сейчас за 7 туров до конца за 7 туров можно набрать 21 очко сейчас нам нужно точно уже победите тогда точно математически мы чемпионы франции ну что монт пелье давайте попробуем вас обыграть основа вся готова я наверно диас вместо систа выпущу разве что в остальном состав готов надеюсь что монт пелье не так агрессивно настроен как бордо в прошлом матче здорово мбаппе на диаса и можно в пустые забивать лемар долго подстраивался даже если бы он сейчас попал в ворота вратарь уже занял верную позицию вот хоть что-то у нас получилось начале матч это у нас какие-то проблемы с организацией атак в последнее время во всей этой серии можно сказать даже в матче со сток сити были такие проблемы димар отличный отбор и надо забивать да просто вколотил ближнюю девятку но вот в последнее время у нас какие-то голы знаете только на прессинге на чужой половине то есть отбираем и забиваем а вот чтобы самим что-то организовать не получается соперники научились против нас что ли обороняться концу сезона как то всегда бывает но отлично вот лимар сыграл конечно и удар удар великолепный у лимара это седьмой мяч в лиге 1 ну к концу сезона конечно маловато я думал он больше у нас наколотит а вот тут фланг монпелье у нас вскрыл прострел бусуа бусуа хорош диас а побороться здесь не смогли выйти опять вот в контратаку у нас какие-то помните какие у нас классные получались контратаки а сейчас что а сейчас ничего никак не получается у нас нормально выходить ну вот заброс на башилию вратарь на месте первый тайм завершён 1-0 гол после ошибки защиты лимар отобрал сам забил продолжаем баппе должен убегать здесь от защитников баппе вот посмотрите у баппе великолепная скорость хороший рывок но он не может отклеится от этих центральных защитников ну вообще никак что странно конечно раньше улетал как от стоячих во всем во всем чемпионате франции сейчас увидите все сами как это понимать я не знаю башилия башилия уже на краю разворачивается прострел то не туда совершенно ладно давайте освежим игру немножечко си 100 пойдет направо ну давайте трех нападающих просто поменяем дам время в этом матче всем всей нашей шестерки форвардов лимара на фланге вывели конечно что здесь делаешь ну вот на ложном замахе ушел передача баппе очень тяжко принял мяч очень тяжко потому что рядом защитники фабиньо на фланг на сиди б дальше что а дальше башилия башилия уже в штрафной башилия подача смотрите мяч уже шел нам баппе но тут вырос опять защитник бакаяко подбор башилия с правой ноги не точно ну хоть что-то я не знаю как мы сейчас этот гол забили бакаяко в итоге отличился потому что оказался в нужное время в нужном месте ему случайно мяч там отскочил вот здесь передача на пустые ворота практически уже не прошла дальше фабиньо не смог ударить но тут уже бакаяко подоспел и вонзил мяч под перекладину опять провал небольшой в анпелье был там по моему потеря систо отобрал мяч да свеженький и опять наказали но это опять тут поймали на ошибки самой организации самим организовать хорошую атаку не получается уже третий матч подряд если честно со стоком там временами получалось а теперь а теперь проблемы фабиньо 3-0 ну смотри систо хорошо вышел вот сейчас получилось да на контратаке убежать но это потому что манпелье немножко раскрылся опять таки сейчас разыграли как надо систо здесь по флангу мчался мчался потом в разрез передачи классно можно кстати было продлить еще дальше на диаса точнее на жана там жан да был фабиньо решил сам завершить седьмой мяч него в лиге 1 ну я рад что у нас в этом матче все получилось реализовать все наши возможности и спокойно довести дело до победы и до чемпионства во франции систо разворачивает здесь защитника дальше что дальше передача на максимена красивая и доходит мяч до башили но к сожалению я не ожидал что именно так он дойдет поэтому поторопился с ударом и снова систо и снова разворачивается и простреливает на максимена не хватило тому скорости несмотря на всю его быстроту и свежесть защитник был чует раньше в нужном месте и в мяч сыграл снова систо систо очень хорошо вышел куча отборов куча полезных действий голевая передача может его так и использовать как джокера со скамеечки посмотрим да друзья это 3-0 это абсолютно заслуженная победа давайте смотреть кто лучший игрок у нас матча в монпелье один удар 0 в створ фабиньо лучший игрок матча я наверное соглашусь с игрой в этом случае ну что ж друзья увидимся в следующей серии не забывайте про лайки и комментарии нас ждет боруся дортман так что жду вашей активности всем пока